Конкурс красоты в первый день весны в Державенском университете проходит уже в седьмой раз. Правда, в этом году у него появилась особенность – выбирают не только мисс, но и мистера. Такое пожелание высказал студенческий совет, ведь в других университетах страны такая практика уже существует. У нас 10 учебных подразделений, и от каждого подразделения участвует пара – мисс и мистер. Учебное подразделение. И плюс отдельно пара, которая представляет иностранных студентов. Совершенно замечательная пара – мальчик из Индии, девочка-африканка сегодня представляет такое многонациональное российское студенчество. Подготовка к конкурсу шла в течение двух месяцев. За это время конкурсанты и конкурсантки приняли участие в различных отборах, жеребьевках, фотосессиях, а также мастер-классах по хореографии и дефиле. Последним особенно пригодилось в финале – претенденты на первенство дважды выходили на сцену с дефиле. А между этими выходами каждый из них представил творческий номер. Судила красавцев и красавиц жюри, в составе которого был ректор Державенского Владимир Стромов, а также исполняющий обязанности директора Департамента туризма и молодежной политики администрации области Евгения Касатова. Она, к слову, сама в 2021 году стала королевой красоты в международном конкурсе «Мисс Офис». Помимо мистера и мисс Университет, сегодня назовут победителей в другой номинации. Это мистер и мисс зрительских симпатий. Голосование за них идет в группе ВКонтакте Державенского университета. Также призы получили вторые и первые вице-мистеры и мисс. А главной наградой достались Марине Козловой, студентке факультета филологии и журналистики, и Антону Парахину с факультета культуры и искусств. Держите, пожалуйста. В первую очередь, конечно, хочется сказать спасибо моему университету, моему факультету Ледону Николаевичу Сергею Сергеевичу, факультет филологии и журналистики. Спасибо большое ректору Владимиру Юрьевичу. Аплодируем. И, конечно, спасибо вам, гости, что вы пришли поддержать нас. Антон также сказал слова благодарности всем организаторам, членам жюри и своим сокурсникам. Победители получили ценные подарки, а также символы их нового статуса – корона для мисс и кубок для мистера. Дмитрий Сергеев, Станислав Попов, Евгений Мещеряков. Область новостей.